всем привет немного темновато у нас уже вечер уже пол шестого почти огни везде горят решила ответить на такой вопрос краткий это мы с андреем приехали на заправку заправляемся машина андрея как бы из одной колонки потому что у нас скидка 60 центов когда магазине здесь при заправке про покупаешь продукты то накапливаются как бы поинты очки и потом скидка на бензин идет вот 60 центов скидка у нас но и вообще бензин такой дешевый я такого в америке не помню не знаю у нас как бы по сравнению даже когда мы с ю фоллс ездили в город у них был дешевле чем у нас сколько это было месяц назад да или меньше чуть-чуть поэтому не знаю как сейчас в других штатах но вот в нашем городе сейчас дешевле чем я когда-либо помню в америке мы когда приехали сюда 11 лет назад бензин был доллар 85 за галлон с тех пор он таким низким если цены такими низкими не были больше были только выше иногда даже до 4 доходило сейчас у нас бензин вот сегодня доллар 75 с нашей скидкой у нас вообще доллар 15 получится видите вы там или нет где там это было вот она там говорит доллар 75 так что да мне задавали мне задавали вопрос задавали вопрос на самом деле дешевеют цены на бензин когда дешевеет бензин в мире до сады по нашей скидкой мы заправляемся на 50 центов дешевле 60 по-моему вот народу куча после работы все четверг сегодня вот а ну и еще такой вопрос был тоже раз уж отвечаю раз начал снимать быстренько отвечу на него спрашивали почему нет заборов вокруг домов но здесь как-то не принято заборы особенно на переднем дворе в смысле перед домом на фронт-ярде крайней мере вот здесь в мечигане во флориде я такого не видела бэк-ярд то есть задний двор до огораживает забором иногда это просто сетка если туда собаку выпускают чтоб не сбегала иногда те кто хотят privacy то есть как бы чтобы их не видно было деревянный забор если сзади там соседи например если сзади никого нет так забор и не строят потому что не нужны здесь заборы единственное место где я видела забор это такие заборы что ничего не видно что там за ними они такие каменные высокие в три человеческих роста с колючей проволокой наверху это в лос-анджелесе в beverly hills то есть там где звезды живут или какие-то известные личности это понятно от репортеров от зевак от всяких наверное нужно огораживаться вот там ничего не видно нас там экскурсию нас возили мы поехали на экскурсию меня видео есть можете посмотреть и там вот еду и и показываю иногда там крыша дома виднеется из-за забора большие в такие массивные ворота камеры кругом забора вот а так в принципе в частном секторе в америке я заборов не видела не строить ну может быть такой декоративный заборчик на переднем дворе низенький такой по колено для красоты больше там или клумбы какие-то огораживают вот а так люди здесь не запираются часто даже двери не запирают ну по крайней мере маленьких городах больших городах я не знаю ну и там больших городах если это где-то в центре они в субурбане то там забор тоже не поставишь потому что там как высотки получаются какие там заборы но если частный дом в субурбане смысле так как это по-русски так субурбан не знаю не помню сейчас всем привет снимаем очередное видео с прогулки у нас здесь ремонт дороги затеивают завтрашнего дня закроют дорогу и тротуар до будут мост переделать вот этот мост будут переделывать вот здесь смотрите выложили вот таким сеном ролики такие скатали это чтобы строительная грязь на той стороне тоже чтобы строительная грязь в речку не попадала и ничего туда чтобы не смывала не тепло а речку так как мост будут переделывать ее пока направить в новое русло вот видите вот тут тот котлован вот этот вот это новое русло речки вырыли но еще не дары лируют и и сделают как бы в обход моста вот и потом переделают мост и потом отправить ее назад туда куда она текла вот немножко уже здесь водой залилось до тропинку в парк мы раньше ходили так по той стороне уже все раскопали пройти сейчас нельзя напрямик вот так по мосту завтра мост закроют тоже но они сделают другую тропинку насколько мы тут по них поняли то есть уже везде вся разметка есть все поразметили флажками синие флажки вода зеленая газ поэтому жопы если видно газ вот трубы лежат будут менять это для воды трубы вот и вот там вот разметили пров розовыми флажками насколько вам поняли розовые флажки это бетон потому что розовым был еще плохие плиты бетона в парке пометили розовой краской и будут менять и там вот где розовые кулышки там розовые флажки проложит тропинку чтобы напрямик туда в парк туда ходить вот а так вот весь этот участок дороги закроют и объявление что до 15 июня пока не знаю завтра закроет посмотрим так у нас же вот здесь вот на стороне этот детский парк будет ли к нему вообще подъезд подход не у нас там капризничает верещит языком он щупает комбинезон а не хочет ехать в коляске так вообще все идем уже домой так